Прескрипцию от 2 марта, то значит от 6 марта получается что эту прескрипцию анонхрировали, а нас в извостость не поставили. Нас должны были поставить в известность? В прескрипции были вы записаны? Я в прескрипции. Вы имеете ввиду, что мы вас должны были уведомить о том, что... Не должны были? Не должны были? А почему я должна быть указана в прескрипции? Прескрипции это дается для того, чтобы приостановить действие авторизации до выполнения каких-то конкретных пунктов Страдой Верде. Вот и должен был расписаться, как и расписался Андрич Кявичус. Это кто? Андрич Кявичус это директор Среди Астрада Верде, фирма, которая занимается строительством манзарда. Когда мы получили от них ответ официальный, что они выполнили все требования, которые здесь написаны, они этим, значит, и после этого начинают продолжать работу. Дальше, давайте по вопросам посмотрим, что вас интересует здесь. Хорошо, нас интересует так, значит, чтобы нам сушат, вы дали копии документов, где они выполнили все эти условия, которые... А, письмо туда? Да. Дадим, дальше. Дальше. Что с технической экспертизой? Дело в том, что я вот вам когда говорила, что вот, пожалуйста, техническая экспертиза, значит, на... Сейчас на ответ их посмотрим, там написано про техническую экспертизу. Значит, да, я вам принесла... Вы сказали, что он в 62-м. Да, вот, пожалуйста, документ, когда моя мать хотела приватизировать квартиру. А ну, конструкции 1962 год. Получается, что по технической экспертизе дом был сдан в 60-м году раньше, чем он был построен. Откуда в технической экспертизе взялась дата 1960-й год? То есть, качество экспертизы раз. На 10-й странице, мы с вами уже говорили, на 10-й странице написано, что дом 20 лет. Вы нам сказали, что это опечатка. А в технической... А, это они написали. А в технической экспертизе допускается такая опечатка? Так, значит, вот. Еще раз. Какая страница? Десятая. Так, 10-я. Дум был сдан в эксплуатацию раньше на 2 года, чем построен. 20 лет эта опечатка. Это говорит о качестве технической экспертизы. Отписано. Касса фос даты эн эксплуатари дин ани шей зэч. Это не имеется в виду, что 60-й год. Это в 60-е годы, если перевести точно на русский язык. Имеется в виду, что лично такое мое мнение, что 60-й год и 62-й год для здания, это не имеет большой разницы. Ну, а если бы было 60-й и 69-й? Если бы было 20 лет разницы, другое дело бы. Ну, получается, 30 лет разницы. Именно насчет этой экспертизы, потому что я ее аннулирую, не имею права и не имею, скажем, полномочий. И мы когда с вами разговаривали о том, чтобы вы подали заявление в комитет на пересмотр этой экспертизы, было бы нормально, чтобы вы это сделали. Понимаете, хорошо, подождите. Мы обратились в Госстроинспекцию, в Государственную строительную инспекцию, к инспектору. Инспекция, я так понимаю, что должна чем заниматься? Проверять. Наличие экспертизы, потому что здесь стоит штамп, и этот человек, который послал штамп... Ну так, если мы вам указали... Пожалуйста, слушайте, и этот штамп стоит, тут на умер, зарегистрированный в министерстве. Значит, она прошла уже все виды контроля, вот эта экспертиза. Все виды контроля. А мы, значит, не разбираясь в экспертизе, находим ошибки, говорим вам... Дальше, я вам еще раз объясняю, есть орган, называется технический комитет, который также участвует в комиссии, которая принимает экзамены у этих экспертов. Вот она и имеет право перепроверить этот рапорт технический. Хорошо, вы когда получаете техническую экспертизу, и вот когда мы указываем на эти ошибки, вы не должны заниматься проверкой? Техническую экспертизу представляют при получении авторизации в премарии. Там, кроме всех документов, и этот документ тоже должен быть. И никто ничего не видел. Я вам объясняю как. Для того, чтобы ее перепроверить, только есть единственный орган, комитет. Потому что есть там компетентные лица. Так этим должны заниматься жители. Я же вам еще раз объясняю. Компетентные лица. И вы должны были еще тогда дать заявление в этот орган. Мы должны были дать. Хорошо. Так, теперь... Мы, насколько знаем, значит, вот дальше в прескрипции указано, что должны быть стопроцентные подписи жителей верхнего этажа. Так, теперь насчет подписей. Вчера тоже было в университете повещание. Значит, за вот этот вопрос, этот вопрос, отвечает имитент авторизации. Премария. И где тут, кстати, вот, чертка Дербанец, вот я зачитываю. Написано. Две трети дела в ультиму университет. Это для того, чтобы они дальше продолжали заниматься документацией. А для того, чтобы выдать им авторизацию, нужно стопроцентное согласие, нотариально заверенное жителей, стопроцентное жителей верхнего этажа. Вот что я вам имею показать, что написано здесь. Это именно для продолжения, для начала работы. Но не для того, чтобы по окончании выдать авторизацию. А именно стопроцентное. Даже в самой прескрипции написано стопроцентное. То есть даже то, что написано в прескрипции, не нужно выполнять. Вот я же вам ответ дал, вот читайте, что вот эти написано. Вот написано. Я отвечаю на вашу стрессу. Хорошо. Согласно постановлению, приморее основания для получения гражданинских, стопроцентных авторизации, служит в получении иметь две трети, заверенных в нейтральной подпись лицов, проживающих на всем этаже. Вот то, что они... Это для начала работы. А перед тем, как выдавать, это для того, чтобы они начинали работать. Под дальнейшей документацией. Четверфика, дюрбанист, пентопроектаре. Это документ для того, чтобы подготовить все... Я сейчас заняну, чтобы получить. Все материалы для получения авторизации. В том числе и вот эти две трети подписи. Так, значит, то, что они закрыли, перекрыли дорогу. И ни чьи что, ни скорая, ни полиция, ни пожарная не имеет доступ ни к нашему дому, ни к дому 17 дробь 2. И это тоже было указано в прескрипции. Давайте так, по этому вопросу они меня еще не принесли, но я видел на генплане, у них есть штамп с ГАИ, что они разрешают ограждение там поставить. Мы его вам подоставим дополнительно. Хорошо. И нам тоже дадут этот документ? Да, я вам лично его дам. Хорошо. Теперь, вопрос, вот я вам задавала еще в прошлый раз вопрос. Я вот взяла сейчас выписку. СНИП, строительные инородмотивы, НКМФ 03.02.2005 года, гласит, что жилые здания, построенные в нашей стране, до 1970 года не подлежат дополнительному увеличению нагрузки на несущую конструкцию. Вы мне... Значит, я вам сейчас объясняю. У нас готовится документ, значит, норматив национальный. И он на базе уже завершения, то есть на стадии завершения. И там будут точно не все вот эти нюансы, которые... Но он-то еще не завершен. Это действующий СНИП пока что. Ну, я вам объясняю, что есть у нас очень много проблем с мансардами, но на сегодняшний момент то, что есть. Что значит то, что есть? То есть, получается, законы не работают. К нашему дому они вообще не должны были подходить. А вы гостроинспекция. Это я выписала все статьи, которые... На основании которых вообще не должны были допустить к нашему дому. Европа-Либера. Здесь указано... Вот в этом интервью... Да, я уже читаю. Да, что не разрешается постройка консолей. Проект у Страдо-Верде идет именно... А проект изначально был с этими консолями? Да, с консолями. Мало того, что с консолями еще и двухэтажный. А по... Значит... Вот в монитору official... Значит, есть... Так, в монитору official есть... Ну, понятно. Решение о том, что какого-то июля там запрещено... Что внутренняя высота мансарды возле наручных стен от пола до потолка не должна превышать полтора метра. Одну целую пять десятых метра. Значит, а получается по проекту один полный этаж плюс как бы сама мансарда. И причем они здесь дали план с обратной стороны, а с той стороны, получается, окна. То есть сама мансарда. Вот. Так где же здесь... Плюс еще консоли. Причем консоли здесь не очень хорошо видно. Вот, пожалуйста, то, что они уже построили. Вот здесь видно этаж и мансарда. То есть консоли намного шире, где-то получается в два, а то и в два с половиной раза, больше, чем ширина балкона. Это то, что на соседнем доме, да? Да. То, что... Вот те дома, которые построили до этого, страдоверде. Это Димо 22, это Бранишки 15. Я вчера была в... Ой, Бранишки 17. Димо 18. Так, пожалуйста. Приказ номер 146 от 8-го о проектировании строительства мансарда. Значит, внутренняя высота мансарда возле наружных стен от пола до потолка не должна превышать полтора метра. Так. При интервью Анатолия Золоткова Европа-Либера задавались вопросы насчет консолей, насчет двухэтажных мансард. Значит, Анатолий Золотков говорил, что это недопустимо. Проекте. Страдоверде. Значит, еще один этаж и мансарда. Разве допустимо давать такую нагрузку на дому, которому 50 лет? Я же вам еще раз объяснил. Это экспертиза. Ага, экспертиза. Так, подождите. Экспертиза. А если сказано в законе, что нельзя, то экспертиза может отменять законы? И глубиной 10 сантиметров. И около одной из стен на полметра выровняли посмотреть фундамент. И из этого заключили, что фундамент имеет 2 метра 20 сантиметров. И что дом может выдержать все эти нагрузки, исходя из двух анализов. Диаметр 10 сантиметров и глубиной 10 сантиметров. Вот на основании всего этого была сделана техническая экспертиза. Короче, получается, что вы написали то, что они должны выполнить, а вот сейчас нам говорите это не вы, это не вы, это не вы. И вы даете им разрешение на продление, на продолжение дальнейших работ. Если это ответить им, то это, не знаю, по-моему, это не ответы, это отписки. Вам надо было это раньше делать, чтобы вы построили...